Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за приглашение участвовать в этом форуме. Уже не первый год мы обсуждаем актуальнейшую проблему лечения опухоли центральной нервной системы у детей. И сегодня мы продолжаем обсуждать эту тему. А включено? Ага, да. Итак, я хочу сказать, что, конечно же, медулобластома заслуживает особого внимания. Актуальность данной проблемы, несомненно, связана с тем, что это самая частая злокачественная опухоль в структуре опухоли центральной нервной системы. Обратите внимание, среди эмбриональных опухолей... В структуре эмбриональных опухолей она занимает ведущее место, составляя почти две трети среди всех опухолей центральной нервной системы. Современное представление об этой опухоли на сегодняшний день принципиально изменилось. Это гетерогенная группа опухолей, которая в классификации 2016 года уже представила четыре новых гистологических варианта, которые ранее не выделялись. Более того, на основании тех данных, которые были изучены не только клинических, но и молекулярных, генетических, выделены четыре группы, молекулярные группы медулобластомы. А более того, выявлен особый факт ассоциации этой опухоли с наследственным генетическим синдромом лифроумения, что явилось основанием для выделения в структуре одной группы, когда встречается эта мутация, два варианта даже, даже подварианта с мутацией и без мутации ТП-53. Это на самом деле еще продвинуло наше понимание в диагностике и лечении этой опухоли. Что на сегодняшний день мы можем позиционно сказать? Я этот слайд показываю, поскольку это историческое событие. До 2010 года все наши представления были связаны с факторами прогноза, которые касались только клинических аспектов. Возраст остаточной опухоли, М-стадия. С 2010 года уже прогрессивно, исследуя эту опухоль, стало известно, что клинические факторы не имеют значения. Молекулярное строение, гистологический вариант, выявление тех мутаций, которые на сегодняшний день присутствуют в этой опухоли, имеют колоссальное значение в прогнозе и определяют тактику лечения. Вот это та классификация, которая на сегодняшний день является рабочей. Четыре молекулярные подгруппы медулобластомы. Они выделяются в зависимости от возраста, локализации опухоли, частоты метастазирования, генетических альтераций и мутаций. Это, конечно же, будет лежать в основе определения таргетной терапии. Обратите внимание, эти подгруппы отличаются между собой, что как раз и подтверждает именно гетерогенный характер этой опухоли. Для чего нам нужны молекулярные группы? Что нам с вами, клиницистам, важно для того, чтобы определить молекулярную группу? Это для нас, как раз для онкологов, является крайне важным. Знание исследования молекулярной группы позволяет нам определить группу риска. Мы абсолютно точно знаем, что группа ВИНТИ – это группа очень низкого риска. И для этих пациентов минимизированы на сегодняшний день все варианты лечения. В ней нет вообще неблагоприятных факторов. Независимо, есть метастазы или нет, эта группа пациентов имеет очень хороший прогноз. Мы абсолютно точно теперь представляем молекулярную группу СИЧ как гетерогенную группу. Обратите внимание, это от очень высокого риска с мутацией ТП-53 до крайне низкого риска встречаются в этой группе варианты опухоли. Таким образом, эта группа должна быть тщательно изучена и обследована, поскольку разные прогнозы обусловливают разное лечение. Что касается группы 3 и группы 4, они тоже гетерогенные, но более монофоморфные. Особенно это касается четвертой молекулярной группы. Что мы на сегодняшний день знаем? Мы очень много знаем. По каждой молекулярной группе, мы можем сказать, она имеет свои характерологические особенности. Обратите внимание, возраст. Каждая молекулярная группа отличается. Группа Винтета – старший возраст. Девочки преобладают. В остальных группах с одинаковой частотой в группе СИЧ встречаются мальчики и девочки. Обратите внимание, группа СИЧ различна по своим гистологическим вариантам. Она тоже особо гетерогенная группа. Мы в каждой молекулярной группе встречаем абсолютно разные мутации. Обратите внимание, только в группе СИЧ и в группе 4 мы встречаем амплификацию МИК-Н. Только третья группа имеет амплификацию МИК-Н, что обусловливает ее неблагоприятный прогноз. А вот в группе СИЧ встречаются еще и другие мутации, которые тоже важны для прогноза и определения тактики лечения. Таким образом, исследования позволяют нам трактовать это как гетерогенную группу. Обратите внимание, рентгенологические снимки, томограммы больных свидетельствуют о гетерогенности этой опухоли. Она может быть кистозно-солидной, локализованной, узловой. Она может быть с метастазами в виде узловых метастазов или по супарахноидальным пространствам. И это абсолютно томограммы разных, казалось бы, пациентов, в то время как это один и тот же гистологический диагноз. Мы на сегодняшний день даже иногда можем сказать по томограммам. Вот это вариант метастазирования для амплификации МИК, для медулобластомы с амплификацией МИК. Что касается лечения, мы на сегодняшний день имеем очень большое подспорье. Крайне дифференцированная тактика лечения как раз и предложена в последнем варианте протокола КИД 2017 года. Обратите внимание, здесь уже как раз присутствует дифференцированная терапия в зависимости молекулярной группы, М-стадии, остаточной опухоли, МИК-амплификации МИК-Н, возраст пациента, причём его распределение в зависимости от гистологического варианта и стадии заболевания. Гистологический вариант крайне важен для определения тактики лечения, а более того, ответ на терапию имеет огромное значение в определении показаний, так, например, высокодозной химиотерапии у пациентов с полным и частичным ответом стоит вопрос о применении высокодозной, тандемной высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. Эта высокодифференцированная терапия обеспечивает различия в подходе в зависимости от множества факторов у этих пациентов. Вот это представлены те варианты химиотерапии, которые применяются у больных с медулобластомой. Всем известен хит-СКК. В каких вариантах мы его применяем? У больных младшего возраста, у пациентов старшего возраста с метастазами используется от 2 до 5 циклов, до 16 элементов. Это спектр химиопрепаратов, которые мы используем при первично диагностированной медулобластомии у детей младшего возраста или у пациентов старшего возраста с метастазами. Поддерживающая химиотерапия применяется только после завершения терапии у больных с М0 и М1 стадии. Индукционная и высокодозная химиотерапия применяется у детей младшего возраста, младше 3 лет, с неблагоприятными прогностическими факторами и наличием метастазов и включает в себя применение 3 циклов индукционной химиотерапии с последующей тандемной высокодозной химиотерапией. Различие в лечении и дифференцированный подход обусловливают и разную тактику лучевой терапии. Обратите внимание, множество факторов влияют на лучевую терапию. Эти пациенты раньше облучались одинаково, сегодня это невозможно. В зависимости от возраста, от гистологического варианта, от М-стадии, пациенты получают редуцированную лучевую терапию, если это первично М0 стадия с параллельной химиотерапией Винкристин. Эти пациенты при прогрессировании заболевания после стандартной химиотерапии используются тоже редуцированная лучевая терапия у детей младшего возраста без химиотерапии. Пациенты с неблагоприятными факторами прогноза, в частности с М1 стадии, лечатся с использованием стандартных или остаточной опухолью, лечатся стандартными дозами крайнеоспинального облучения. А вот что касается детей с очень неблагоприятным прогнозом, используются высокие дозы облучения, и за счет гиперфракционированного режима удается уменьшить токсичность и побочные эффекты такой лучевой терапии. Таким образом, не только химиотерапия различна, у этих пациентов различна и лучевая терапия, и мы должны определить аспекты, те, которые влияют на прогноз, те характеристики для того, чтобы обосновать тот или иной объем лучевой терапии с использованием дозы крайнеоспинального облучения. Я хочу вам представить результаты нашего собственного лечения и наблюдения, причем могу вам сказать, что это, конечно же, пациенты, которые оперировались в одном учреждении, получали лучевую терапию в другом учреждении. Химиотерапия проводилась в различных учреждениях в регионах нашей страны, и наблюдаются они в нашем учреждении. Это 332 пациента, которые получали лечение только по протоколу HIT. Преобладали мальчики, как и во всей популяции медулобластомы. Почти половина больных были с метастазами. МИК-Н и МИК-С выявлялась у этих пациентов в небольшом проценте случаев. Чаще выявлена была МИК-Н амплификация. Большинство пациентов были старшего возраста, составляя 2 третих. Ну и мутация ТП-53 была выявлена всего лишь в 5% случаев у этих пациентов, что было ассоциировано с наследственным генетическим синдромом лифроумения. Мутация в другие мутации, причем герминальные, СУФУ, ПИТИСЕЙЧ, СМО у детей старшего возраста была выявлена почти в 1,5%, чуть менее 20%. Все пациенты были оперированы, и тотальное удаление опухоли было выявлено среди обследованных, среди уточненных почти в половине процентов случаев. Большинство пациентов получали хит с лучевой терапией, хит СКК получали 91 пациент, из них пациенты с М2, М3 стадии лечились по этому протоколу, 69 пациентов. Лучевая терапия в большинстве случаев была проведена в стандартных дозах. Как и во всех группах, классический вариант преобладал, составляет 2 третих у этих пациентов. Но хочу отметить, что не только классический вариант встречается. Мы должны обязательно оценивать гистологически. Вы видите, анапластический вариант встречается чуть меньше, чем у 20% больных. Десмопластический и вариант МБН встречается значительно реже. Молекулярная группа обязательно должна быть оценена у этих пациентов, поскольку это прогностическое значение. Молекулярная группа 4 являлась преобладающей, составляя почти половину. Чуть меньше были пациенты в группе 3, и реже встречались пациенты в группе СНЧ и группе ВНТ. Мы оценили результаты лечения и выявили прогностическое значение целого ряда факторов у этих пациентов. При анализе результатов лечения оказалось, что возраст, молекулярная группа, гистологический вариант, наличие метастазов, амплификация МИК-МИК-Н, мутация ТП-53 – это все факторы достоверно влияли на результаты лечения с статистически значимой достоверностью. Особое внимание хочу обратить на то, что самыми значимыми на сегодняшний день являются наличие амплификации МИК и ТП-53. У этих пациентов мы имеем выживаемость, равную практически нулю. Хотя, анализируя все характеристики, необходимо отметить, что возраст тоже влиял. Пусть это были минимальные, но статистически достоверные. Младший возраст имели несколько хуже, чем пациенты старшего возраста. Молекулярная группа СИИЧ была самой плохой по сравнению со всеми молекулярными группами. Анапластический вариант хуже всего имел показатели выживаемости. И пациенты с М2-М3 стадии закономерно имели неблагоприятный прогноз. Среди обследованных и анализируемых пациентов необходимо отметить, что почти две трети пациентов живы на сегодняшний день. Умерли от прогрессирования заболевания одна пятая часть пациентов. Прогрессирование мы наблюдали у одной трети. Живы без прогрессирования почти две трети. Медианное наблюдение составило 48 месяцев. Ну и графики выживаемости, которые свидетельствуют о тех показателях, о которых я только что сказала. Это без прогрессирования 60 и 72 выживаемость на всю популяцию у больных, которые получали протокол ХИТ, пол не влиял на результаты лечения. Молекулярная группа – это очень важный прогностический фактор. Практически все пациенты в группе ВИНТИ живы. Худший вариант выживаемости имели пациенты в группе СИЧ. Но здесь необходимо отметить, что без прогрессирования выживаемость имела вероятность рецидива у пациентов. Чаще всего у пациентов в группе СИЧ. Но обратите внимание, общая выживаемость у них значительно возрастала. Эти пациенты имели такие же показатели, как и пациенты в группе 3 и достигала почти группы 4. Это говорит о том, что рецидивы, возникшие у этих пациентов при проведении стандартной противорецидивной терапии, имеют тоже шанс на выздоровление. Амплификация МИК и МИК-Н, как я уже говорила, имеют неблагоприятные прогнозы. Это пациенты с МИК-амплификацией. Живы всего 2 пациента. В сроке от 1 пациент 7 лет у 2 пациента продолжительной жизни составляет 2 года. И пока мы не имеем других пациентов, которые бы пережили с такой амплификацией. МИК-Н тоже достоверно значимо влияла на результаты лечения, но показатели были несколько выше по сравнению с МИК-чистой амплификацией. Гистологический вариант анопластической медулобластомы имел худший прогноз. Это касается пациентов. Пациенты с мутацией ТП-53 имели самый неблагоприятный прогноз. В 100% случаев развивался рецидив у этих пациентов. Возраст пациентов был значим, но достоверно значим, но различия были минимальны. Обратите внимание, пациенты младшего возраста и старшего, как общая, так и без прогрессирования выживаемость, не совсем различавшиеся цифры. Объем резекции, объем хирургического вмешательства влиял только на выживаемость, только на общую выживаемость. И мы видим, что пациенты с субтотальной резекцией имели несколько ниже выживаемость по сравнению с тотальным удалением опухоли. Мы оценили наличие других мутаций не ТП-53 у пациентов младшего возраста. И обратите внимание, любая мутация неблагоприятно влияет на прогноз. И только отсутствие каких-либо мутаций обеспечивает практически стопроцентную выживаемость у этих пациентов. Я хочу представить вам один достаточно интересный случай пациента. Это ребенок 5 лет, который получал лечение по протоколу ХИТ. В возрасте 5 лет ему был поставлен диагноз опухоли 4-го желудочка. Она была полностью удалена. И по результатам обследования у этого пациента не выявлены были ни метастазы, ни остаточная опухоль. Была установлена R0-M0 стадия. Пациент получил стандартную терапию по протоколу ХИТ, редуцированная доза лучевой терапии с параллельной химиотерапией, а далее поддерживающая химиотерапия. Всего 4 цикла, после чего состояние пациента резко ухудшилось. Наросли общие мозговые симптомы. При обследовании после 4-го цикла выявлена диссеминация опухоли с поражением супрахноидальных пространств. При дополнительном обследовании это редкая ситуация. Выявлена была мигамплификацию пациента 4-й молекулярной группы. Противорецидивная терапия была неэффективна. Рефрактерное течение привело к гибели этого пациента. Этот случай демонстрирует именно редкую ситуацию и говорит о том, что амплификацию МИК и МИК-Н мы должны выявлять в каждой молекулярной группе. Ещё один достаточно интересный случай – это пациент, который получал ХИТ-СКК. Маленький ребёнок. Диагноз установлен был в возрасте 2-х лет. Выявлена опухоль 4-го желудочка. Она была удалена. Гистологически верифицирован благоприятный по прогнозу вариант. Десмопластическая надулярная медулобластома. Под группой СИИ Чечну была выявлена мутация в гене СУФУ. При дополнительном обследовании у него не выявлены были метастазы. И он с учётом возраста своего гистологического варианта получал ХИТ-СКК в полном объёме с интравентрикулярным ведением метатриксата. Он закончил в полном объёме. У него была установлена ремиссия заболевания. Пациент, завершив лечение, был направлен на динамическое наблюдение. При контрольном обследовании через 3 месяца мы отметили диссеминацию опухоли в структуры головного и спинного мозга. Причём по супрахноидальным пространствам. Выявлен был рецидив. Такую диссеминацию через 3 месяца у больного, у которого благоприятный прогноз, мы просто с этим не сталкивались. Но что было для нас показательно? При проведении противорецидивной химиотерапии он полностью ответил. Регресс был полный всех метастазов и всех очагов опухолевых, которые определяли в структурах головного и спинного мозга. У этого пациента была проведена тандемная высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией. Ремиссия была подтверждена, и он вновь был отпущен на динамическое наблюдение. Однако через 6 месяцев при контрольном обследовании у него выявлена была гигантская опухоль, единственная, без какого-либо метастазирования, с выраженным перифокальным отёком, что, конечно же, вызывало вопросы в отношении, первичная ли это медулобластома с рецидивом. Выполнена была резекция опухоли, проводили дифференциальный диагноз между глиобластомой и медулобластомой. Гистологически при молекулярном исследовании подтвержден метастаз десмопластической медулобластомы. В этом случае он получил краниоспинальное облучение с дополнительным облучением бустерным на область метастаза. Он получил 6 циклов противорецидивной терапии по протоколу МИМАД, и в завершении после 6 цикла у него вновь выявлен рецидив 15 июня, это совсем недавний случай. Он в настоящее время оперирован. Гистологический локальный рецидив подтвердил вариант медулобластомы, тот же вариант десмопластической медулобластомы. Это, несмотря на благоприятный вариант, на благоприятный инициально прогноз, именно свидетельствует о том, что мутация в гене СУФО является неблагоприятным прогностическим фактором и обусловливает вот такое рецидивирующее течение у пациента с, казалось бы, чувствительной, прекрасно леченной опухолью. Таким образом, подводя итог, я хочу подчеркнуть о том, что при проведении лечения мы должны оценивать факторы, которые влияют на прогноз, с учётом которых мы должны определять программу лечения. Обязательным является оценка гистологического варианта. Мы должны оценивать наличие метастазов, амплификацию МИК. Мы должны оценивать мутацию ТП-53, если мы выявляем группу СЕЧ и мутацию СУФО в гене. Молекулярная группа ВИНТИ занимает особое место и относится к прекрасным, благоприятным факторам прогноза. Ну и, конечно же, тотальное удаление опухоли имеет предпочтение. Неблагоприятными факторами прогноза является крупноклеточный анопластический вариант, наличие мутации в гене ТП-53 СУФО и наличие амплификации. Определение этих вариантов, этих маркёров, этих показателей обусловливает группу риска, и, соответственно, тактика лечения этих пациентов должна осуществляться с учётом прогностических факторов. Пациенты низкого и стандартного риска в зависимости от возраста получают одевантную химиотерапию или редуцированные дозы крайне спинального облучения. У пациентов высокой группы риска проводятся стандартные дозы лучевой терапии, или у детей младшего возраста обязательным является включение высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. Ну и мы на сегодня, мы абсолютно однозначно имеем крайне неблагоприятную группу, хоть она и в небольшом проценте случаев. Это пациенты с мутацией ТП-53, МИК-амплификации, для которых на сегодняшний день, наверное, нет адекватной и эффективной терапии. Я хочу сказать всем слова благодарности, поскольку это лечение опухоли ЦНС, эта терапия, она включает в себя очень большую команду специалистов, без которых невозможна лечебная тактика. Это морфологи, нейрохирурги, это специалисты по визуализации, несомненно, это регионы, где осуществляется химиотерапия у этих пациентов, и наша страна на сегодняшний день однозначно умеет лечить опухоли ЦНС, в том числе и медулобластомы. А это знаменательный снимок, который я специально нашла в своем архиве. В 2010 году, как раз здесь, в Санкт-Петербурге, был первый сбор нейроонкологической группы, в составе которой был и Штефан Рудковский. Мы обсуждали новую версию протокола ХИТ в лечении больных с медулобластомой. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...